Ой, ну что, привет! Очередное видео о моих покупках. Когда я прекращу это всё? Я сейчас смотрю на вот эту гору. Сори, у меня там на заднем фоне будет шипеть сковородочка и кастрюлька, потому что у меня сейчас единственный двухчасовой перерыв сегодня между моими личными рабочими делами. И вот перерыв, знаете, немножко как такое шиво с множеством рук пытаюсь успеть всё. Поэтому надеюсь, что вам не сильно это слышно. Да, о чём сегодняшнее видео? Мы вернулись из Финляндии, я, конечно же, совершила там некий шоппинг, но он был такой, знаете, очень милый, уютный. В основном всё, что я приобрела, это было куплено в секондах местных. Я ни о чём не жалею, я уже люблю все эти вещи, я же на момент, когда я частично там что-то постираю и веду всю эту в эксплуатацию. Поэтому, да, покупки из Финляндии. И ещё мы были один день в Цюрихе с ночёвкой, там я тоже кое-что приобрела, но я решила, что я засуну всё это сюда в одно видео, потому что там было немножечко. Начнём. Я прям без какой-либо хронологии, потому что у меня всё кучей свалено на стуле. Как покажу, так покажу. Первая и, наверное, моя главная и любимая покупка, это, конечно же, канкинг. Я уже засветила им во влогах, поэтому многие видели, какой канкинг я приобрела. Это всё, стандартный размер, супер универсальный. О, тут у меня, в принципе, конфетки, знаете ли, хранятся от Ксюши. Супер универсальный цвет. Я уже гоняла с ним в Финляндии, в Цюрихе, и это будет мой рюкзак, такой, знаете, на все случаи жизни, на какие-то короткие поездки, однодневные, потому что на более длительный срок у меня есть и Норсфейс, мой новый. Да, я хотела канкинг, я хотела купить его именно в Финляндии, не заказывать его ни на каком Зеландо. В общем, я довольна. Это мой третий рюкзак в общей сложности. Я счастлива. В моей жизни уже был канкин два раза. Первый раз был лет восемь назад. Я с ним довольно долго проходила, несколько лет точно, и потом меня наскучило, и я его продала. И второй раз у меня была попытка покупки канкина большого размера, темно-синего цвета. Когда мы жили в Астрии, я его купила, тоже некоторое время с ним отходило, но недолго. Почему-то я поняла, что не то, то ли цвет, то ли размер. Что-то было с ним не так, ну, именно вот в моих ощущениях, в наших с ним отношениях. Я его тоже продала потом в Россию, когда ехала. Вот, но я думаю, этот товарищ останется со мной надолго. Что у меня тут всё? Печеньки тоже финские. Да, я распихивала всё как могла, когда мы собирались. Господи, у меня очень много печенек тут. Надо не забыть про них. В общем, да, покупка номер один. Это мой рюкзак. Ну, кайфуешь, ну, кайфуешь. Что ж, вы же не будете спорить. Говорю, очень рандом сумасшедший. Я купила попробовать спортивные гели финские, три штуки. Они были очень дешёвые, по евро. Вот такой вот, не знаю, если вы пробовали, есть у меня тут кто-нибудь, кто использует это в своих интенсивных, длительных тренировках, напишите. И гель с электролитами, я так понимаю, с кофеином. Вот такой вот. Жду своего часа, какой-нибудь длительный, беговой. Расскажу вам потом, вкусно ли. Купила себе протеин, но его я купила в Сурихе, в Копе. Это веганский такой бренд, Карма называется. А не, у них вегетарианская тоже есть. Ну, в общем, вегетарианский, веганский. Здесь буквально на 5 порций я решила на пробу купить. Он стоил в районе 1000 рублей. Я сегодня уже затестила. Очень вкусный. Протеин шейк, бананы, ванила. No sugar, high protein, веган. Короче, я думаю, что я буду его приобретать. У нас он тоже есть в Копе, в Плаце. Мне зашел. Я сегодня после бассейна выпила, смешала его с миндальным молоком, с бананом, с небольшим количеством воды, 3 чайные ложки протеина. И это был супер бомбезный, вкуснейший коктейль. Затем... У меня еще даже наклейки остались. Из секунда. Блин, такие наклейки, ты ржатки. А, нет, нормально. Ну, в общем, потом отодру. Я купила себе кружку. Она мне показала очень милая, с таким, знаете, вайбом сериала «Друзья». Take a break, coffee shop. Чем ты купила? Не знаю. А мне кажется, это мой формат из поездок привозить кружки. Потому что кружки мы используем каждый день. И это, знаете, не магнитик. Хотя у меня тоже есть. Это память. Поэтому у меня будет такая вот кофейная рабочая кружка. Бодрая. Всего лишь за 80 центов приобретенная. А, кстати, канкин стоил... Сколько стоил канкин? Я не помню. Короче, около 100. Плюс-минус около 100 евро. Потом в секунде местном я купила кусок ткани. Так, засветы, засветы. В общем, такой приятный, желтый, нейтральный цвет. Я не знаю, что это за материал. Классный, плотненький кусок ткани за 2,5 евро. 3 метра на... Ой, не разберу, что они тут написали. В общем, я не оставляю идею купить себе швейную машинку и начать шить. У меня уже есть большой кусок классной клетчатой ткани, которую я купила здесь в Давосе в секунде. В общем, я немножко складирую. Мне просто очень понравился этот цвет. И я надеюсь, что я когда-нибудь что-нибудь из него сошью. Также в секунде я приобрела... О, мы сейчас зажжем. За 75 центов. Благовоний. Там была гигантская коробка с благовониями. Стоимостью меньше евро. И мы любим благовоний. Я купила нам... Ааа, вкусно. Сейчас я договорю с вами и зажгу. Потом я купила себе в линдексе колготки. Нет, это я не в линдексе их купила. Еще такой магазин был. Я купила там очень много при сети трусок. Ааа, моя кальтрукция падает. Ну, трусы я вам не буду пока дать. Просто обычный нежный. Обычное нежное белье. И там же я купила темно-синее 100 ден. Классные колготки. У них очень приятный цвет. В размере М. Колготки. Ладно. Трусы уходят подальше. Потом. В секунде, во втором, когда я была, я приобрела себе варежки. Ручной работы. Там было в пяти цветах. Пяти вариантов. Я купила, конечно же, темный-синий. Они по моему размеру. И они будут ждать следующий зимы, чтобы радовать меня. Очень теплые, очень приятные. Я решила поддержать местных креаторов, нитеров, вязальщиц. И они стоили восемь евро. Мне кажется, это чудесная, прекрасная покупка из Финдальти. Что вы об этом думаете? Скажите. Что мне на голове? Петухи. Вот такая вот приятная покупочка. У меня все упало. У меня болит спина. Дальше. Тоже покупка из Секунда. Вот такой вот тоненький, очень легкий подносик. И когда я показывала Ксении, она мне такая, да, Санкт-Петербург. Не, на самом деле, здесь вообще производитель Финляндия. Но я не знаю, кто-то Санкт-Петербург. Короче, офигишь, не суть. Очень приятный подносик. Я объясню, зачем я его купила. Я тешу себя надеждами, что мы переедем в квартиру, где у меня будет свое пространство, где у меня будет столик с кофемашиной. И на этом поднотике будет храниться кофемашина, капсулы, чай. Да, это мои мечты о кабинете. Я как точка-либо сижу, сори. И вот на такое вот как бы будущее я приобрела такой, ну, и за 3 евро подносик. Ну, он классный. Надо сейчас его тоже куда-то подумать и применить. На секунду отбегу от вас, потому что мне надо морковку перевернуть. Я, кстати, у своих новых розовых штанов... Но они, если что, это не покупка из Финляндии. Я их здесь купила в этом... В Бенетоне. Что-то они какие-то чуть большеваты. Сейчас, морковочку. Я готовлю овощное рагу, если что. Ой, какое овощное рагу? Азиатское. Я готовлю азиатское блюдо на вечер. Наш любимый рис. Тушеные овощи в кокосовом молоке. И мясные кусочки вегетарианские в кисло-сладком соусе с кунжутом. Да что ж такое. Ладно. Следующее. В аэропорту я, конечно же, не смогла пройти мимо муминшопа. Хотя обычно я прихожу всегда мимо. Я люблю муми-тролли. Я люблю тот мультик, который японцы нарисовали. Я периодически пересматриваю перед поездкой в Финляндию. Что-то не пришло какое-то сообщение. Я тоже пересматривала пару серий. Я в некотором смысле фанат. Это ручка с муми-троллем. Который парничка муми-тролль. Я решила, что я буду писать ей на консультациях. И чтобы мои клиенты умилялись. Ладно, по-моему, это плохая идея. Короче, купила ручку. И такой классный пакет мне дали. Магнит. Это единственный магнит, который будет везет у нас на холодильнике. Муми-мама спешит со своим... Со своим каким-то тестом, наверняка, хранящимся в этой мисочке. В общем, я подумала, что в душе я муми-мама. Поэтому мне нужен магнитик с муми-мамой. Который смывая на холодильник. Дальше, конечно же, чай. У нас он тоже продается. На Финлянде он дешевле. Поэтому я купила пачку чая Good Night. Успокаивающий. Коробка помялась, потому что надо было как-то это все довозить. Это один из моих любимых чаев. Я еще люблю Пуку. И, кстати, йогути я не очень люблю. У меня он что-то не зашел. Вот этот супер. Потом, также в Second Hand я приобрела скатерть Marimac за 10 евро. Ребят, 10 евро. Чтобы вы понимали, гигантский кусок ткани Marimac. Причем уже подшитый. Подшитый, ребята. Все подшито. Маримека, Соми. Ну, я, естественно, все это буду еще стирать. Все он очень классного размера. И это будет наша скатерть. Возможно, такая, значит, для гостей. Знаете, сколько стоит ткань Marimac? Это лучше не знать. В общем, отхватила просто, я считаю, нереально. Мне повезло. Дальше. В Enhanced был куплен свитер High Chindem. Размер M. Стоил он, по-моему, 2,5 евро. Такой он кроп. Кроп топ. Я его не мерила. Я вообще никакой одежды не мерила в Second Hand, потому что я хочу ее сначала постирать. Поэтому я на глаз покупала. Вот. Ну, вот, мне кажется, такой классный свитер будет. Короче, просто обычный свитер. Кстати, он очень приятного качества. По-моему, это хлопковая пряжа. У меня шерсть хлопком. Может быть, немножко акрила. Ну, в общем, дверь будет не взять. Потом я купила себе... Снег у нас пошел шоппер в книжном магазине. Надо перевести, кстати, что на нем написано. Он... У него очень удачный размер лямки. Очень милый принт. Суммин. А вот здесь некий текст, который хорошо было бы перевести. В общем, она мне уже пригодилась. Я за 15 евро купила этот шоппер. Он мне уже пригодился, когда мы по Цюриху блуждали. И надо было нам как-то попытаться все комфортно распределить. В Цюрихе, в Тайгере. В Цюрихе в Тайгере я купила себе провод для айфона. Запасной, потому что у меня только один. 6 евро, чтобы потом, как сказал Тимофей, лишний раз на Амазоне или на Галаксусе на нашем ничего не закажут. Но и очень приятный цвет, между прочим. Я не знаю его, качество его функционала, качество его функционала, просто провод, короче. Nothing special. Затем я в Secondе купила себе, если вы смотрели мои влоги, вы уж наверняка видели, я засветила там рубашку. Понятия не имею, что это за фирма, потому что здесь бирка еле живая. Она очень приятного цвета. Я подсела на желтый. 2 евро. Немножко оверсайз. Просто рубашка обычная. С милыми пуговками. Вот такими вот. И правда, она очень приятная. То, что надо. В Second Fendi я еще купила книгу на английском языке. Я почитала, постояла. В целом она довольно простым английским написана. Ничего, не знаю, полтора евро. Так, но у кис-лист. Надеюсь, когда-нибудь она дождется. Напишите, если вы вдруг ее читали. Может, вдруг. Я не знаю, даже кто автор. Рэйчел Ком. Дэвид Левитан. Книга. Также в Second Hand был приобретен такой лонгслив, либо просто кофточка, если мы будем по-русски выражаться. Естественно, Мари Мэка. Я не могла без Мари Мэка и Second выйти. 7 евро. Полоска. Она в хорошем, отличном состоянии. Ну, ребят, 7 евро. Футболки Мари Мэка стоят 100 евро. Эта кофточка в прекраснейшем, великолепном состоянии 7 евро. Ну, а чего вы этот не ожидали? И последнее. Последнее. У меня была некая сумма, которую мне надо было потратить на 8 марта. И можно сказать, что это подарок от мужа. Подарок от мужа в подарок. Это кроссовки. Беговые кроссовки. Хока. Что насчет беговых кроссовок? Из беговых кроссовок у меня есть только Asics, которым уже около 6 лет. В них уже набега на 1000 километров. 100%. Они уже не очень. И они уже не суперсовременные с точки зрения технологий. Потому что технологии уже ушли далеко. Далеко. И я хотела себе купить беговые профессиональные кроссовки. 190 евро, но мне их за 150 продали, потому что там была акция, несмотря на то, что у меня не было карточки. Та-дам! Да. Вообще, беговые кроссовки сейчас смотрятся очень смешно. У них гигантские вот эти вот платформы. Но это все не просто для красоты. Это все для функционала, скажем так. Поэтому это мои новые беговые кроссовки, которые я скоро начну использовать. На беговой дорожке и на улице. Они очень красиво, голубого цвета. Ребята, это 39,1 треть размер. Я ношу 38-й. Вопрос о том, что беговые кроссовки всегда надо мерить у всех фирм. Потому что у хокки у меня 39,1 размер. У асиксов у меня уже 39-й. Хотя в целом я ношу чисто 38-й. Ну и вообще, беговые кроссовки лучше покупать на полразмера побольше, потому что нога текает, а на марафонские какие-то дистанции и плюс вообще на размер. говорят. Такие вот приобретения. Коробку тоже взяла, потому что она красива голубого цвета. Ребят, это все, что я купила. В целом, это какие-то такие мелочи и все, кроме кроссовок и рюкзака Камкин. Дешевая, потому что куплена в секонд-хенде. Правда, стопка моих, моего нового билет обошлась мне тоже недешево. Но не суть. Напишите, что вам понравилось из того, что... Где-то я что-то криво все видео снимала. Напишите, что вам понравилось из того, что я вам показала, чтобы вы купили, чтобы вы ни в коем случае не купили. Я сама люблю формат таких видео и, да, я много покупаю в последнее время. Не так давно, как вы помните, у меня выходило видео вот это вот про покупки с начала года. Я не знаю, с чем это связано, я не очень хочу разбираться в этом. Я просто себя радую, я все использую, поэтому why not? Пошла я доготавливать наш ужин. Я буду ждать ваши комменты. Мне правда очень интересно, что вы думаете о моих покупках. Финляндия это прекрасное место для шорпинга лично для меня с точки зрения секондов и магазинов, которые я люблю. Примерно наравне с Копенгагеном, как я это поняла. Швейцария флоп. Мне здесь покупать нечего, кроме спортивной одежды. Все, прощаюсь с вами, до следующего видео. Пока! Пытаюсь отображать эту дурацкую наклейку с кружки не получается. Это была у них плохая идея. Ладно, я все оставлю эту посудомарку. Надеюсь, там все отойдет. Сейчас, сейчас, знаете, самое неприятное после съемок это все потом убирать вот это вот дело. Мумик. Та-дам! So cute! Это я. Если вдруг не поняли. Да, у меня здесь происходит готовка блюда. Рис уже готов. Сейчас сюда кокосовое молоко запущу. У нас бардак после приезда. Миллион стирок. Вот такие кусочки буду готовить в кисло-сладком соусе. Здесь у нас тоже бардак. Но я планирую, ребята, не судите строго, я совсем разберусь. Все, теперь точно прощаюсь с вами. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...